так вот пришел тот самый момент когда пришло время откручивать пропеллер и сливать с него всю жижу которая в нем накопилась так теперь далее вот эти так короче но тут все нормально этот болт сейчас я выкручу так а потом все вот эти вот части я зачищу они будут вообще блестеть как но так далее вот у нас от эти мы их тоже выкручиваем но они здесь в гризе поэтому тут все безопасно такие вот они длинненькие вот кстати вот это вот она была болталась и вот ее можно даже вот закрутить несколько оборотов то есть она там была раскручена может из-за этого в принципе это все и болталась хотя я думаю что это нормальный ход но тем не менее надо будет здесь как-то все затянуть может на резьбовой герметик не знаю еще подумаю поспрашиваю народа как это правильно делается так ну тут все части а вот этот вот смотрите он вообще раскручен ничего все то есть он был вообще вот так вот на ровно по поверхности я еще сидел думал откуда такая вибрация ну понятно откуда вибрация если все болтается так продолжаем разбирать сил драйв вот здесь есть такие большие болты получается с этой стороны идет с лицом а с этой стороны нет то есть и он выкручивается просто в одностороннем порядке уберем и выкручиваем видите как они легко вращаются что-то здесь значит не так мы были на волосок вот но на самом деле ничего ничего страшного потому что вот эти шпильки они держатся вот этими болтами и пока эти болты на месте то ничего никуда не вылетит поэтому даже если она болтается она просто ну вся система болтается но это не страшно такс ну что вот вынимаем вот эту шпильку вот этот шлиц это как раз вот для того болта который здесь вкручен ну и все эти просто берем и снимаем и вся вот эта часть так вот наши лопасти все разложены а теперь идем дальше сил драйв у нас выглядит уже вот так вот так лезем наверное вот этот вот даже заросло нужно будет торцевой ключ будем выкручивать вот эту центральную часть чтобы снять все с шафта а пока сольем масло для масла у нас вот эта пробка я думаю что она сейчас должна каким-то образом легко открутиться у нас сейчас вообще весело то есть вот у нас вот ярде стоят ребята на экспедиции и если вы помните это та лодка которая в нас бросалась пивом на ходу поэтому у нас совместный ремонт и есть шанс что придет еще одна лодка но здесь сейчас вот ярде у нас стоит три лодки на ремонте наша и вот на кране это наши ребята ска вы тоже пришли с мартини короче у лёши есть ударная отвертка вот такая короче работает вот так вот сюда вставляется такая штука а потом просто шлиц по дну стучишь и она проворачивает короче прикольно у меня была куча гаек на лодке который я не мог открутить еще этой штуке открутил вот у нас эта штука уже откручена таким образом и сейчас потечет жижа смотрим на состояние масла не уронить туда болт ну понятно эмульсия такая бодренькая вот как раз время пришло сальники менять такая вот полная банка эмульсии получилось такс гаечка эту болтик измените откручиваем такс берем торцевой на 24 наверное так вроде как залазит ну вот откручивать получится такс главное эту штуку было сорвать далее она откручивается легко такс такая гайка я так понимаю что это уже идет вал а ну проверочка такс на что поболтали о точно раз и и эта штука что она делает а это просто дистанцию задает да понятно то есть вот эта часть задает дистанцию просто до самой вот до начала самого вала ну а далее откручиваем анод 4 такс все теперь аккуратненько снимаем анод так тут почистить аноду конечно уже жопа но я думаю что не настолько ему жопа чтобы он еще не походил до следующего подъема выживет ну что вот этому аноду это родной с 2013 года поэтому я думаю его там хватит еще лет на 10 наверно что реально задолбало так это количество здесь дождей получается что бот ярд находится в низине и здесь проходят тучей и раз 15 минут начинает лить вот такой вот вот видео как гадость на лужах короче вот это вот вся параша она такая капает 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 блин и залетая под лодку ты уходишь прячешься за киль вот как я сейчас ты пережидаешь дождь выходишь начинаешь дальше делать разложил инструменты инструменты собрал инструменты разобрал быстро снес их обратно короче гамно вот опять дождь пришел парламенту вот эти вот две резинки у меня кстати они есть наличие запасные по моему прекрасно и снялась легко и вообще так а вот собственно наш вал по моему вот это место выработки где сальник вот увидите вот она тут нужно будет посмотреть может его шлифануть конечно да может быть действительно шлифану его чтобы он хорошо работал туда вода не попадала ну а сейчас берем бензин и начинаем в нем вымачивать все наши штуки это будет тазик поменять чтобы весь вал туда попал ну короче неинтересно и скучно и такс ну вот я провал помыл здесь есть небольшие проточки от какой-то лески старой видимо может получится его попали ровать но она в глубину небольшое то есть она я думаю ни на что не влияет но так на всякий случай может быть здесь немного проточить имеет смысл а сейчас просто берем и выковыриваем вот эти вот сальнички отсюда спокойно они должны выбиваться так вот раз ну как то короче как то так так сейчас задача вот эти все запчасти эти все мы возьмем болгарку с диском полировочным и очистим да блин блеска просто чтобы винт у нас был как будто новый прямо с завода ну что ж это в действии начинаем чистить просто огонь золотой вот такая штука получилась красивая блестящая вот тут сейчас еще почистить отлично сейчас буду лопасти полировать ну вот крылышку получаются вот такие красота блин текст ну вот красота теперь это можно будет собирать все-таки есть коррозия здесь не понимаю надо посмотреть но ноды вроде еще живые короче не понимая хер его знает почему так теперь вместе с вот этой вот всей фигней у нас есть еще и чищенный анод короче выбил эту штуку которая посадочное место под конусный подшипник а под ней какие-то непонятные такие штуки зачем они здесь для меня полная загадка короче вот это все теперь почистить и собрать правильно и красиво вот это новые сальники вот резинки уплотнительные я снял сейчас здесь помоя бензином и вот у меня есть запасные резиночки они вот сюда вот станут эта крышка которая закрывает собственно сам сил драйв короче мы сейчас сидим вдвоем с лешей собираем он свой сил драйв и у нас два разных мануала в одном мануале в моем нарисовано что сальники нужно ставить вот этой частью наружу потому что эта часть закрывает от соленой воды это от масла а у него нарисовано что один который соленой воде должен идти пружинкой наружу и у нас этим связано большая большая бойня драчка какой из мануалов правильный не бывает чтобы одна и та же технология по-разному реализовывалась у кого-то мануал обманывает весна покажет кто как сальники ставил ну и раз уж пошла такая пьянка то все запчасти которые вот мы выкрутили с сел драйва я взял и по зачищал для него такие красивые даже сливная пробка не сильно ушатана ну и вот верхняя короче все готово чтобы его постепенно начинать собирать помните я вам показывал пропеллер то есть я его просил заполировать и вот эти вот раковины это либо кавитация либо коррозия уже электро электролитическая короче вот так не его заполировали весь пропеллер будет стоять уже на лодке то есть они глубоко не убирали они просто по возможности убрали края чтобы не было дальнейших разрушений от работы винта и сейчас время ставить винт на место осталось только забрать из полировки шафт ну это там ближайшее время там ближайший час я уже заберу и буду дальше монтировать сел драйв ну что друзья вот вал если вы видите вот здесь вот остались две небольших бороздки но вал в принципе заполирован то есть это вот это место в котором была куча бороздок вот я сейчас показываю как было раньше как стало и сейчас то начинаем вставлять в сальники и собственно собираем сел драйв два сальничка здесь видно между ними есть расстояние я сейчас возьму литиевой смазки и просто запихну ее немного в сальники чтобы их не распирала но внутри не ржавела пружинка она нержавеющая но нержавеющие тоже высыпаются так вот собственно смазка туда немножечко я положил теперь надо смазать вот эту вот поверхность и будем собирать собственно весел драйв и так то что я сделал я еще добавил немножко смазки на подшипники и вот здесь вот смазал собственно саму поверхность а сейчас вот этот сел драйв начинаем собирать шафт вместе с вот этой вот я не знаю заглушкой а я сейчас поеду наверное в магазин если получится купить вот такой цинку и новый не получится ну значит поставлю потом поменяю где-нибудь на воде и вот маслица вот воронка сейчас мы это все будем заливать в селдрайв я смотрел по мануалу в этот селдрайв идет шесть с половиной литров то есть полтора галлона здесь два поэтому погнали заливаться на самом деле количество селдрайва в количество масла в селдрайве вот настолько точно значение не имеет потому что просто ванна в которой болтается ну там где подшипники просто в нем в нем болтаются масла там нету не давление ничего поэтому пофига заливается туда сая 90 то есть это обычная герой так ну что шесть с половиной литров я туда залил гир ойл трансмиссию трансмиссионное масло наверное ну короче неважно со его 90 шесть половиной литров зашло мой селдрайв до верхней меточки на щупе а теперь продолжая короче я вам показывал уже раньше анод вот этот вот который мы хотим привести в порядок короче купили другой вот такой вот он был как на картинке и я попросил здесь вот яркий из него сделали вот две вот таких вот штучки почему 2 показываю вот этот вот селдрайв одевается на вал то есть на вал он одевается вот так вот так как этот анод тонкий то он идет достаточно быстро как сделать так чтобы анод можно было поменять не снимая винта потому что там целая система я сделал его разрезным то есть грубо говоря я не снимаю винта откручиваю четыре болта или винтаж нет болта откручиваю четыре болта и просто снимаю в разные стороны если нужно одеть другой то просто делаю тоже как только у меня появится нормальная нот я его вот так разрежу и буду прикручивать просто вот в таком ключе точно так же вот такая идея а теперь собираем проб так и я суд этими шестигранниками мне не нравится потому что они длинные я не смогу открутить их если здесь будет стоять да так получится просто нужно будет взять угловую итак карибские бусы меняю на машину короче вот здесь вот видно сейчас видите вот здесь вот есть шлиц вот нужно чтобы этот шлиц вот совпал вот здесь вот и сюда мы будем вкручивать превентер превентер он вкручивается вот сюда вот но чтобы он не раскручивался как вы помните они все были раскручены сейчас мы его намажу смажем лактай там и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я это все забью Так, это все готово Потому что это все равно идет под такую большую шайбу медную Может быть сейчас сюда ее набью Я не уверен, что она не вымоется Потому что она все время под водой работает Но хуже ему не будет это точно Вот такая красота получилась Теперь мы эту всю красоту закроем вот такой вот крышечкой И затянем ее болтами Ну и естественно все болты мы смажем локтайтом Так, вы видите, эти уже закручены Так вот на локтайта они закручены Трещина Ладно, это не важно, это просто крышка Нужно вот эту часть сюда закрутить один очень важный болт Короче, если вся система раскрутится, мы потеряем лопасти, потеряем винт Так вот, вот этот болт, это тот, который держит всю собственно систему И нужно сделать так, чтобы он не откручивался А он всегда откручивается Поэтому мы сюда его сжимаем гайкой Контрим гайкой И получается супер надежно Кстати, с этим болтом Это я придумал Потому что он обычно там просто закручен Так, все Это есть локтайт Есть очень важный болт Теперь мы берем так, ключ на 13 И вперед Ну что, друзья Ну вот, собственно, система собрана Все работает Если его хрукнуть, он раскладывается Короче, работает мягенько Готово Вот, друзья, и подошел к концу очередной наш технический выпуск В котором мы ремонтировали И обслуживали селл драйв Поэтому проверьте, пожалуйста Поставили ли вы лайк Проверили? Отлично Подписаны ли вы на канал? Потому что только так вы сможете узнать судьбу селл драйва И главное Установленного нового анода До встречи в следующем выпуске Пока